Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Ущерб по делу Шульгина может возместить подрядчик. Исковые требования прокуратуры о взыскании солидарного ущерба с бывшего главы администрации Ильи Шульгина и бывшего руководителя УДПИ Алексея Шутинова суд оставил без рассмотрения. В прокуратуре считают, что это произошло из-за того, что Управление дорожной и парковой инфраструктуры обратилось в арбитражный суд с требованием расторгнуть контракт с компанией «Универсал Эм», которая представляла комплексы фото- и видеофиксации, и взыскать с нее 21 миллион рублей. Это деньги, которые были уплачены по контракту, пояснила в эфире нашей радиостанции прокурор Ольга Русанова. Следующее заседание по этому делу назначено на 3 апреля. Русанова отметила, что ущерб по делу может быть взыскан лишь один раз. Соответственно, если арбитражный суд удовлетворит требования УДПИ к подрядчику, то Шульгин и Ишутинов ущерб выплачивать не будут. Напомню, Илья Шульгин и Алексей Ишутинов получили 2,5 и 1,5 года колонии соответственно. В суде было установлено, что бывшие муниципальные служащие незаконно согласовали поставку 20 некачественных дорожных камер. Оборудование было принято, несмотря на то, что не соответствовало условиям контракта. Индивидуальные предприниматели смогут брать студентов на практику. С такой инициативой ранее на федеральный уровень вышли депутаты ЗАГС Собрания Кировской области. Проблема стала очевидна после общения депутатов с представителями бизнеса. До этого студенты могли пройти производственную практику либо по месту учебы, либо в организации по профилю своего обучения. Сейчас они могут попасть на практику и к индивидуальным предпринимателям. Соответствующий закон был принят на федеральном уровне, сообщает пресс-служба ОЗС Кировской области. В числе сфер, например, ремонт и обслуживание автомобилей, парикмахерское дело, строительная отрасль, фитнес-индустрия или общий ПИД. В Кировской области депутаты лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах. Проверку провела прокуратура Подосиновского района. Выяснилось, что один из депутатов Подосиновской районной думы представил недостоверные сведения о доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. А также ранее, когда был депутатом Демьяновской поселковой думы, вообще не представил такую информацию. Прокурор обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий этого депутата. Суд с требованием согласился. Депутат, не дожидаясь вступления решения суда в законную силу, подал заявление о добровольном сложении полномочий.